Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать цветочную композицию из орхидеи. У меня уже давно лежат заготовки. Я покупала их на Али. Это силиконовые орхидеи и такие же силиконовые листочки разных размеров. Недавно я набрела на магазин посуды и увидела там такой салатник, который идеально вообще подходит, как мне кажется, для орхидеи. Потому что в магазинах для цветов, в каких-то специализированных магазинах, где есть всякие горшки, кашпом, там не очень много красивых стеклянных, прозрачных. В общем, в основном всё пластик, и это некрасиво. Итак, первый шаг. Нам нужно основе продать форму вот такой вот капельки. Главное, чтобы донышко плотно соприкасалось с салатником. Ну, в общем, при помощи канцелярского ножа мы потихонечку будем так вот вырезать. Я вырезала нашу форму, у меня получилось вот так. Срезала ещё под углом немножечко края, чтобы точно ничего не мешало. При помощи такого обычного самого клея. Вот. Ну, вы должны, естественно, почитать. Здесь вот у меня универсальная водо- и морозостойкий клей, мастер-клин. Я думаю, что в каждом магазине строительном подобное что-то есть. Наносим клей немножечко на пенопласт. И очень сильно будем вот так вот прижимать. Ну, и нужно будет оставить на какое-то время, чтобы наша основа закрепилась. Клей немножечко у нас уже застыл. Тут можно приступать к работе основной. В общем, смотрите, тут такие листочки. У них внутри тоже есть проволока. То есть можно сделать какое угодно нависание листа. Я решила так немножечко расправить, как это обычно бывает у орхидей. И тут ещё есть такие вот корешочки. На ощупь всё вообще очень классное такое вот. Прям как будто настоящее. Так мы втыкаем, получается, большую ветку ближе к широкому краю нашей основы. Корешки, там всё, листочки, пусть они все свисают. Как обычно, всё это бывает у орхидеи. А маленькие размеры листочка я также расправляю и немножечко делаю такой вот прогиб. Листочка. Изгиб, как он правильно называется. Вот. Этот у нас идёт сюда. И его делаем немножечко вот так. Основу пенопластовую мы ещё скроем, поэтому не сильно страшно, что она видна на этом этапе. Трекайте, у нас пусть будут здесь корешочки. Теперь вот у меня такая она длинная достаточно веточка. Мне нужно посмотреть по высоте, как будет достаточно красиво смотреться. Сильно высокую тоже не нужно. И по той высоте, которую мы отмерили, нам нужно при помощи таких вот кусачек убрать. Убрать лишнее. Там у них внутри, вот у этих стеблёчков, такая вот проволока. То есть она также с памятью, можно её изогнуть как угодно. Вот. Но мы сейчас просто пока её воткнём, и будем уже, когда вторую тоже ещё секретно, потом будем делать изгибы. Одна будет красиво, если одна орхидея будет повыше, а другая немножечко пониже. потому что одинаковых орхидеи никогда не бывает, они всегда такие прям разные. Ой, селёшек, конечно, не хватает. Я когда совсем не могу, конечно, прошу уже мужа. Сейчас, чтобы закрыть эту пенопластную основу, я сейчас, конечно, закрою сиденью. Ой, немножечко ещё клей не застыл. Но я немножко тороплюсь, а так, конечно, лучше, чтобы он прям полдня где-то постоял, ещё позастывал. В общем, я закрою пенопласт сизеля. Ну, можно взять специальный такой набор есть для настоящей орхидеи, для живой. Там есть древесина, мох, и вот это вот всё так красивенько сложить будет очень натурально выглядеть. Так, сейчас всё это здесь разложим. Покажу сбоку уже. Вот такая реалистичная у нас получилась композиция. Снизу у нас наше кашпо, которое даже не скажет, что это салатник. Реалистичные какие красивые листья и сами цветы. Они очень приятные на ощупь, очень красиво смотрятся. Все ссылочки на Али я оставлю в описании под видео. Надеюсь, вам пригодится. Всё, всем спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok